Говорят, что дети умнее своих родителей, они более активны и быстро решают даже самые сложные ситуации, встречающиеся в современном мире. Часто именно дочери и сыновья приводят своих уже взрослых родителей на консультацию по списанию долга. Такая история произошла и с серпуховичами Валерием и Алексеем, которые вовремя обратились в компанию БК «Право». Алло, папа, привет! Как сам? Да вообще ништяк. Что, мы с вами встречаемся? Так, ну я где-то через часики освободился. Я сейчас там в одно место заеду и все, еду к тебе. Хоккей и футбол – общее увлечение Валерия и его папы Алексея. Они могут часами обсуждать по телефону прошедшие матчи. Сейчас. А пару лет назад разговор не клеился вовсе. В голове были только мысли, как погасить общий долг в 3 миллиона рублей. Виной был я, его родной сын. Был 2019 год. У меня тогда бурно развивался бизнес. Я работал, думал, что свернул горы. У меня была свадьба. Я строил дом. И нужны были деньги. Не скажу, что у меня папа богатый человек. Просто он всегда откладывал. Были деньги. Я мог у него попросить в долг. И в тот момент я у него попросил денег. Это была такая приличная сумма на тот момент. 2 миллиона рублей примерно что-то такое. Он сказал, у меня нету, но хочешь, я кредит возьму, а ты будешь платить. Я говорю, о, вообще классная идея, отлично. Бизнес Валерия сразу пошел в гору. Женился, как и планировал. В это время удавалось вносить сразу большую сумму для быстрого погашения кредита, которую оформил на себя отец. И, соответственно, наступил 20-й год. Мы знаем, какой. Ковид. У меня все очень сильно попортилось на работе. У папы тоже все на работе попортилось. Ну, не сократили, но как это всем предлагали. Типа, давайте мы вам сейчас зарплату сделаем 1000 рублей. Хотите, работайте. И люди сами уходили. В общем, папа тоже ушел. У нас тоже что-то складывалось не очень. Платежи перестали платить, понятное дело, потому что уже было тяжело чисто финансово. Тогда в семье приняли решение обратиться в компанию БК «Право». Договорились с юристами на первую консультацию. В 2021 году, когда уже возникла патовая ситуация, что не справляются своими кредитами, они пришли к нам. Мы провели анализ их ситуации и определили, что они подходят под процедуру списания долгов. На тот момент было три кредитора у них. Сумма долга составляла 3 миллиона 89 тысяч рублей. Соответственно, на это повлияла и пандемия, общее состояние. И, соответственно, в августе его уже признали банкротом, а в феврале 2022 года его долг был уже списан. Процедура прошла ровно за 6 месяцев. Это очень хороший результат. Это быстрая процедура. Ну и, собственно, сейчас семья уже, то есть в 2022 году завершились уже почти два года. Семья не несет на себе бремя кредитов. Таких историй немало, когда дети приводят на консультацию своих родителей, которые в силу то ли возраста, то ли накопленных страхов не доверяют юридическим фирмам. В нашей компании БК Право мы занимаемся не только списанием долгов, но и, в принципе, помощью гражданину решить его финансовые проблемы. Ведь долги можно не только списать, но можно пройти процедуру реструктуризации. Это когда суд назначает финансовый план на 5 лет, и в течение 5 лет маленькими небольшими платежами уже комфортно выплачивает свои кредиты. Это тоже судебная процедура. Может быть, когда-то стоит пройти внесудебное бесплатное банкротство через МФЦ. Здесь мы тоже помогаем, потому что часто в МФЦ граждане, которые идут списывать долги сами бесплатно, составляют неправильное заявление и получают отказ. В данном случае мы также помогаем, составляем вот это вот заявление для МФЦ, чтобы человек мог совершенно точно и спокойно списать свои долги через МФЦ. Сразу же после первой бесплатной консультации клиент получает готовое итоговое решение или план действий, как самостоятельно избавиться от долгов раз и навсегда. Компания «БК Право» является одним из лидеров в сфере списания долгов физических лиц в Южном Подмосковье. Дополнительную информацию можете посмотреть и на официальном сайте bkpravo.ru или в группе во Вконтакте «БК Право». Редактор субтитров А.Семкин